В общем, надо разбираться, надо разбираться. Давайте попробуем осознать, в каком месте, может быть, мы начали погибать. Я в этом случае всегда рассказываю анекдот про цыганную лошадь, да? Про то, как цыган учил лошадь жить без воды. Знаете, как цыган очень хочет жить без воды? Ну, он каждый день убавлял по капле, убавлял, убавлял, убавлял. Вроде лошадь привыкла, но кончилась тем, что она сдохла. Вот тут может произойти, конечно, то же самое. Вот, смотрите, значит, вот вчера мы с вами обсуждали математические ожидания. Очень долго решили кучу задач. Мне кажется, что в этом месте все-таки понимания утрачено не было. Потому что когда мы считали математические ожидания разных там случайных величин на случайных графах, ну, контакт с аудиторией, мне кажется, был. То есть народ прям подсчитывал их вполне прилично. Потом мы применили математические ожидания, рассказывали там про какие-то мостики, про большой двудольный подграф, что еще я рассказывал про математическое ожидание, про его применение. А, систему общепредставителей я еще рассказывал. Ну, это, наверное, сложно, потому что, конечно, подготовка такая продвинутая. Вот. А потом я еще дал определение дисперсии. Потому что такое дисперсия, это вполне возможно никто не понял на тот момент. Но это совершенно нормально, если никто не понял вчерась, что такое дисперсия. Потому что я дал только определение, не переписал его там в каком-то другом виде. Мы же ни одной дисперсии не сосчитали. Ну, и как можно понять, что такое дисперсия, если мы ее не сосчитали? Я, честно говоря, собирался сейчас ее считать в разных случаях. И мне кажется, что если ее посчитать в разных случаях, то тогда, может быть, это станет как-то и попонятнее. Вот, давайте, от вас все-таки мне нужен какой-то отклик. У меня нужен отклик от моей аудитории. Значит, правильно ли я понимаю тот подраздел, начиная с которого пошли какие-то трудности, или неправильно? Да. Да, правильно. Правильно. То есть, математические ожидания мы все-таки усвоили как-то. А дисперсию не усвоили. Ну, так и что, что-то удивительное. Сейчас будем считать дисперсию, усвоим Бог даст. Посмотрим, посчитаем в разных случаях. Так, ну, давайте я еще разок напомню определение, еще разок там вокруг него как-то попрыгаю, а потом попробуем сосчитать в каких-нибудь случаях в разной степени сложности. Что-то попроще, что-то посложнее. Так, вот у нас есть случайная величина х. У нее есть математическое ожидание, которое представляет собой, как мы знаем, среднее значение. Вот его мы научились считать в самых разных ситуациях, даже в достаточно сложных. Ну, а дальше я рассуждал о том, что вот есть много каких-то значений, которые принимает наша случайная величина х. Это вот те самые уникальные различные значения, которые она принимает. y1, y2 и так далее, yk. Могу как написать. y1, y2, yk. Это те значения, которые принимает наша случайная величина. И где-то находится серединка математическое ожидание, которое может совпасть с каким-то из значений, но может и с каким-то не совпасть. Это мы вроде вчера подробно тоже прояснили, никого не смущал. Если смущает, то лучше спрашивать. Вот. Теперь нас интересует, насколько сильное это значение, вот эти вот числа y1, y2, yk, раскидано вокруг своего математического ожидания, своего среднего. Сильно они болтаются или не сильно? И вот в этом месте, мне кажется, мы тоже достаточно долго рассуждали. Там был пример, когда случайная величина вообще принимала лишь постоянное значение одно и то же, равное двойке. И тогда серединка находилась в этой двойке. Был другой пример, когда разброс вокруг серединки был выше. И мы рассматривали там какие-то числа 1, 3, 1, 3 и так далее. И видно было, что значения случайной величины около среднего уже как-то болтаются. То они на единичку больше, то они на единичку меньше. И вот мы хотим померить там среднее уклонение. Насколько в среднем сильно значения случайной величины уклоняются от своей серединки. Ради этого мы вводили такую характеристику случайной величины, как дисперсия. И я напоминаю, что по определению дисперсия это математическое ожидание вот такое вот страшное штуковое. Значит, мы берем из значения нашей случайной величины, вычитаем ее же среднее значение, математическое ожидание. Но вот если в этом примере смотреть, то мы берем из единицы, вычитаем двойку, получаем минус 1. Потом берем из тройки, вычитаем двойку, получаем 1. Каждый раз меряем вот это вот уклонение, насколько значение случайной величины отклоняется от своей серединки. Но мы с вами выяснили, что если здесь не нарисовать квадрат, то за счет линейности математического ожидания, которое мы хорошо знаем, да? Если здесь его не нарисовать, получится просто 0. Вот поднимите честную руку, кому понятно, почему если убрать здесь квадрат, получится 0. Только честно. Непонятно, я объясню. Непонятно. Вот. Видите как? Уже непонятно. Поэтому давайте я все-таки это повторю еще разок. Ибо это действительно важно. Вот смотрите. Мы берем математическое ожидание вот такой вот разности. Это очень важно. Берем просто математическое ожидание такой разности. Смотрим, насколько в среднем x уклоняется от mx без какого-либо там добавления квадрата, модуля и так далее. Так, ну и на примере, конечно, видно, что получается 0. Это как раз видно, что если из x вычитать серединку, вот на этом примере очень хорошо видно, что если из единицы вычесть двойку, получится минус 1, из тройки вычесть двойку, получится 1 и так далее. Ну, видно просто, что если мы усредняем, то получается 0. Но хочется это объяснить в общем случае, да? Ну, мы с вами знаем. И вот с этим вроде бы все соглашались. И с помощью этого мы сосчитали кучу различных математических ожиданий. Мы с вами знаем, что если взять вот такое вот выражение, математическое ожидание от c1x плюс c2y, то это то же самое, что c1 на математическое ожидание x плюс c2 на математическое ожидание y. Верно? Ну, это мы с вами хорошо знаем. Просто банальная, уже банальная, она, конечно, не была банальной изначально, но уже банальная линейность. Хотя линейность это из точки таких доказательств, до которых вроде как сходу не додумаешься. Вот. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь, что играет роль xа, что играет роль y, что играет роль c1, а что играет роль c2. Но, если уж совсем подробно расшевывать, вот как вот эту вот запись x минус mx записать вот в таких вот терпинах? 1 умножить на x минус... Совершенно верно. Вот эта вот запись, это 1 умножить на x, то есть c1 равняется единице, правильно? А c2 равняется минус единице. А c2 равняется минус единице. То есть я бы вот так написал, плюс-минус 1, и я бы даже и так сказал. Давайте считать, что c2 равняется не минус единице, а c2 равняется минус mx. Так, наверное, понятнее. mx это же число. Математическое ожидание случайной причины это некоторое конкретное число, правильно? Поэтому в качестве c2 вот этого мы просто возьмем минус mx. Так понятнее всего будет. Поэтому давайте я сейчас возьму легко, сотру минус единицу, которую нарисовал было. Давайте вот это тоже сотру. Смысл понятен. И здесь напишем так. Минус mx помножить на что? На y. Но y это просто такая единица. Это такая постоянная величина. Каждая из вас весит 1 килограмм. Ну, фиксированное значение, она принимает только значение 1, никакого больше. Вот y тождественно равен единице. На всех элементарных исходах он принимает значение 1. На каждом элементарном исходе. Так сложилось. То есть это тоже случайная величина. Это тоже случайная величина, да. Но принимаем еще одно и то же значение. Ну, что глаз у человека в этой аудитории. Там двойка получается, да? Вот здесь единица. Нос. Нос он 1. Вот глаз 2, и ноздри 2. Да, вот нос он 1. Вот, соответственно, если считать случайной величиной число носов, число носов, да, у случайного человека в аудитории, то вот вам эта самая случайная величина. Она принимает значение 1. Поэтому, когда мы берем математическое ожидание от вот такого выражения, мы получаем, согласно вот этой формуле, ну, давайте я здесь снова напишу, c2my, что мы получаем? c1, это у нас единица, но единица она и в Африке, единица на нее умножать, это все равно, что ничего не делать. Вот. А тут получится математическое ожидание x. Не буду же я писать 1 умножить на математическое ожидание x, правильно? А дальше плюс. Но плюс что? c2, который у нас сейчас равняется минус mx. c2, который сейчас равняется минус mx. Я могу сразу написать минус mx. И дальше надо умножить это c2, на математическое ожидание y. Африке, но чему равно среднее значение случайной величины, которое постоянно на элементарном самом деле? 1, ну средняя величина, да, но если значение у каждого человека 1, то среднее чему равно? 1, конечно, 1. Поэтому здесь надо просто умножить на 1, но я опять не буду умножать на 1. Чего умножать на 1? Надо умножить на математическое ожидание величины, которое вообще не меняется. Ну так это математическое ожидание и есть самое равно, вот этой самой единице. Ну ладно, напишу. Умножить на 1. И здесь тоже 1 умножить на mx, а здесь mx умножить на 1. Ну и черт возьми, что же получается в разности? 0 получается, видите, как здорово. Что я обещал. Вот. Но сейчас, мне кажется, должны быть понятия. Да? Значит, если мы не рисуем вот здесь квадрат, то после вот таких очевидных, на самом деле, но просто непривычных слушателям преобразований, мы получаем 0. Видите, как здорово. Вот. Поэтому человечество решило, ну хорошо, если мы не можем разумным образом определить среднее просто уклонение, давайте считать среднее квадратичное уклонение. То есть, брать вот эту разность, значение случайной величины и ее среднего значения, эту разность возводить в квадрат, как число, и вот все эти числа усреднять. От этого уже математическое ожидание. Всем ли понятно, что квадрат разности – это тоже случайная величина? Да. Мы ожидаем некоторое константа, это число, которое мы с вами посчитали, а значение икса – ну это вот ваше количество носов, количество чего угодно, вес, рост и так далее. Вот берем первый чайк, считаем рост, вычитаем фиксированное число, возводим в квадрат, получается некоторое выражение, как какое-то число просто. Вот, потом берем второго человека, вычитаем среднее, возводим в квадрат, и получаем другое число, а потом берем с весами, мы с видняем. Как обычно математическое ожидание считается. Так, теперь давайте еще раз вспомним, как мы доказывали другую формулу для дисперсии. Потому что вчера мы с вами доказали некую иную формулу для дисперсии. И вот в этом месте возможно народ окончательно полет, да? Или не очень? Потому что я там слово применял линейность, правильно? А когда я применял линейность, если в этом месте было непонятно, почему ноль, то в этом месте тем более было непонятно, что происходит. Правда? Поэтому давайте я еще раз это подробно, медленно расскажу, чтобы было понятно, что происходит. А дальше будем мучительно стараться считать в разной дисперсии. Все будет отлично. Мучительно, не мучительно, порадуемся в конце концов. Что-нибудь получится хорошее. Наше получается хорошее. Вернемся к той формуле, которая была вчера, я ее еще раз подробно и аккуратно воспроизведу. Смотрите, нам нужно найти математическое ожидание вот такого квадрата. То есть нам надо сначала вот эту разность возвести в квадрат, а потом то, что получится, усреднить от этого, взять математическое ожидание. Верно? Ну давайте, я еще раз аккуратно возведу в квадрат то, что стоит под знаком взятия математического ожидания. Значит, у нас получается х в квадрате минус 2х на mx плюс mx в квадрате. В прошлый раз я сказал, ну, друзья, вы же у меня знаете формулу бенома Ньютона, знаете хорошо, видите ее, поэтому вы, конечно, понимаете, что получается так. Но я думаю, что вы правда понимаете, что получается так. Так, да. В результате разведения в квадрат. Нет вопросов никаких? Нет. Нет, прекрасно. Теперь давайте воспользуемся линейностью математического ожидания. Можем воспользоваться линейностью? Да. Давайте я вот здесь напишу ту форму линейности, которую мы тоже многократно пользовались, и которая фактически нужна здесь. Смотрите, вот очень важный момент состоит в том, что когда мы записываем линейность в той форме, в которой мы ее обычно записываем, мы из этого на самом деле делаем более общее следствие. И мы многократно этим следствием пользовались. А именно мы очень много раз с вами, и это точно, я думаю, все осознали, писали что-то вот в таком духе. Математическое ожидание суммы не двух слагаемых, а многих слагаемых. Там n штук, например, или m там была буква в какой-то ситуации, когда циклы считали. Это есть тоже, конечно, математическое ожидание x1 плюс и так далее, плюс математическое ожидание xn. Вот этим мы пользовались многократно. Почему мы имели право этим пользоваться? Вроде бы линейность у нас была только для двух слагаемых, да? Ну, нам, наверное, нескольких применять. Но почему можно для нескольких применять? Смотрите, все же на самом деле очень просто. Дело в том, что сумма первых n-1 слагаемых, вот здесь вот, сумма первых n-1 слагаемых, это ведь тоже случайная причина. Сумма функций, это функция, мы много раз это повторяем. Сумма веса и роста, это тоже некоторая функция от человека, правда? Там сумма числа треугольников в случайном графе и числа циклов длины 5, это тоже некоторая функция от графа. То есть, вот эта вот часть, которая завершается слагаемым x с индексом n-1, вот вся эта часть, это некоторая случайная величина, которую, если хотите, вы можете обозначить y, да? И тогда вы действительно можете применять ту линейность, которую мы с вами аккуратно доказали, а именно сказать, давайте вот здесь саду сейчас, чтобы у нас получилось, а именно сказать, что вот это равняется мат ожидания y плюс мат ожидания xn. Но с этим вы точно должны быть согласны, правда? Да. Мат ожидания y плюс мат ожидания xn. А понимаете, что y, в свою очередь, это сумма первых n-2 величин плюс xn-1. Снова применяем, отщепляем еще одно слагаемое в конце, отщепляем еще одно слагаемое в конце, и так далее. Ну, строго говоря, это доказывается просто по индукции. Да. Все, вот это вот понятно, да? Ну и в таком же стиле мы можем сказать, что математическое ожидание какой-нибудь вот такой суммы, c1x1 плюс и так далее, плюс cnxn, опять же, по индукции, опять же, из нашего стандартного свойства, это есть c1, математическое ожидание x1, плюс и так далее, плюс cn, математическое ожидание xn. Вот. Ну, такое вот естественное обобщение. Да? Ну, тогда то, что мы написали, это будет мат ожидания x2 минус мат ожидания 2x, умноженное на mx, плюс мат ожидания, вот мат ожидания в квадрате. Ну, вот-вот, да, я к этому и клоню. То есть, я хочу сказать, что здесь присутствует вообще-то три слагаемых, да? Смотрите, вот это вот слагаемое, x квадрат, ну, это некоторая случайная величина, квадрат Роса-Штольбинга. Это некоторая случайная величина. Чему равняется c1? Вот, c1. Единица, правильно. А c2 чему равняется? Давайте я так задам вопрос, чтобы было максимально понятно. Минус 2x. Минус 2x. Нет, x это случайная величина. Минус 2x. Минус 2x. c2 это минус удвоенный mx, потому что и двойка это число, и математическое ожидание это число. Стало быть, c2 это 2 умножить на mx. Сейчас понятно? Да. Так, ну и последнее. А c3 чему равняется? Мне проще сказать mx в квадрате, конечно, да. c3 это просто mx в квадрате, это фиксированное число. А случайная величина, которая здесь стоит, это тождественная единица. Это опять константы. То есть, пользуясь вот этим вот, я теперь могу сказать, что у меня получается вот так. у меня получается mx в квадрате. c1 здесь не явно присутствует, но просто c1 равняется единице. Вот это c1, да? Дальше, c2 присутствует вполне себе явно. Это минус 2mx. Я написал c2. А дальше я должен умножить это на математическое ожидание кого? x, правильно? Ну вот я умножаю на математическое ожидание x, после чего у меня остается только одно слагаемое. c3 умножить на математическое ожидание кого? c3 на математическое ожидание кого? На математическое ожидание единицы. У нас третья случайная величина, не забывайте, это единица. То есть, я прибавляю c3, это mx в квадрате, и умножаю на математическое ожидание единицы, но мы только что с вами проходили, что это все равно, что он может, просто на единицу. Что математическое ожидание константы, это она же сама, константа. Если у вас у всех одинаковое число носов, то и в среднем у вас такое число носов. Это понятно. Вот, ну и приводим теперь, смотрите, подобные слагаемые. Здесь с минус-бойкой стоит mx в квадрате, квадрат математического ожидания, а вот здесь с плюс единицей стоит он же, квадрат математического ожидания. Таким образом, вот эта штучка получается, просто математическое ожидание квадрата, а приводя подобные, мы получаем квадрат математического ожидания. Вот получилась такая новая формула, которая, в принципе, вчера уже... Ну что, теперь и так страшно дисперсия? Да. Точно? Точно. Мне не надо, чтобы лошадь цыганская тут сработала, понимаете? Совершенно не нужна дохлая лошадь. Цыган он жадный был, понимаете? А у меня время пока есть.